Новый аппарат компьютерной томографии заработает в Сургутской городской поликлинике номер один уже в ближайшие недели. Его предшественник отслужил более 10 лет. На него пришлись в том числе первые две серьезные волны ковида, когда техника проводила обследование в круглосуточном режиме. Напомним, томограф при коронавирусной инфекции штамма Дельта был почти единственным способом точно определить степень поражения легких. Аппарат уже отслужил свой срок и ему на замену заказали более современную модель. Он более современный, безусловно. Он более мощный, 32-срезовый, так называемый. То есть у него более четкая картинка, более четкая визуализация, что позволит нам как диагностировать степень тяжести коронавирусной инфекции, так и обеспечит в будущем, в плановом режиме, в спокойной жизни раннюю диагностику онкологических заболеваний и более точную постановку диагноза. Уже сейчас необходимость в компьютерной томографии возникает в единичных случаях при коронавирусе. Новый штамм инфекции все реже поражает легкие. Поэтому в скором времени аппарат вернется к плановой работе по диагностике онкологических заболеваний. Стоимость новой техники – 32 миллиона рублей. Ее приобрели по программе сотрудничества, заключенной между регионами Тюменской матрешки. Перед установкой томографа специалисты выдвинули требования к кабинету, где будет стоять новый аппарат. Поликлинике пришлось провести небольшой ремонт, заменить перегородки, обновить вентиляцию, потолок, электрическую проводку. В ближайшее время оборудование пройдет все экспертизы и будет запущено в работу. Мы планируем, если все у нас пройдет планово, как вы видите, в течение где-то порядка 4 дней производился монтаж оборудования. Сейчас идет пусконаладка, так называемая, в течение 2-3 дней будет производиться. В дальнейшем есть ряд тестовых регламентных процедур, в том числе радиационный контроль. После этого мы получаем заключение на разрешение, и я надеюсь, что в течение 2-х недель мы однозначно уже приступим к работе.